Социально-правовая защита детства – приоритет государственной политики. Это тема научно-практической конференции, которая прошла сегодня в Чувашском государственном университете. Ее участники обсуждали, как свести на нет преступления в отношении несовершеннолетних. В пленарной сессии принял участие и глава Чувашия. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. К вопросам защиты детства интерес большой. Обсудить их на международной конференции Чувашского госуниверситета приехали представители свыше 20 регионов. Научные доклады могут помочь студентам, которым в будущем еще предстоит работать с детьми и подростками. Вы будущие мамы, папы. И, безусловно, наш личный пример, о котором мы порой забываем, он является лучшим инструментом воспитания и воздействия на ребенка. И, безусловно, жизнь не стоит на месте. И, знаете, не спят на детей, кто негативно влияет на ребенка. Пожалуйста, вот интернет, социальные сети. Колоссальный полезный ресурс и в то же время инструмент негативного воздействия социального на ребенка. Защита детей является актуальной проблемой, актуальным вопросом. И каждодневно эти вопросы решаются, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Чувашской Республики. Стратегия в интересах детей принесла ощутимые плоды. За последние годы в республике сократилось количество сирот, стало больше многодетных семей. Главная наша задача – готовить наших детей для самореализации. Социально-экономические и правовые основы для этого закладывают прежде всего государство. То есть для этого мы обязаны создавать вместе с вами благоприятную среду. То, что президент России объявил десятилетие детства, это на предстоящий период, Конечно, для этого были хорошие предпосылки и результаты реализации национальной стратегии действий в интересах детей. В республику входят первые десятки субъектов Российской Федерации по устройству детей семьи. В республике, отмечает Михаил Игнатьев, налажена и эффективно работает система защиты детей. За это отвечают не только органы власти, но и общественные институты. Ведется работа по профилактике суицидов, наркозависимости, несовершеннолетних. У нас на уровне каждого муниципального образования работают комиссии по разным вопросам. То есть с выезда на место обсуждают, разговаривают и с родителями, и с близкими родственниками, для того, чтобы понять, в чем же причина этих негативных поступков. Но все же в вопросах охраны детства расслабляться не стоит. Это подтвердило недавний случай в школе Бурятии, когда подросток напал с топором на учеников и преподавателя. В МВД Почувашской Республики обеспокоены ростом наркопреступлений, совершенных подростками. Каждое седьмое преступление из числа совершенных подростками связано с незаконным оборотом наркотиков. Аналогичные тенденции на уровне Российской Федерации были подтверждены научно-исследовательской работе, проведенной коллективом авторов Академии управления МВД России в 2016 году. При этом ежегодно возрастает и доля девушек, вовлеченных в противоправную деятельность. Экспертов беспокоят и другие цифры. За последние годы в стране возросло количество преступлений, жертвами которых становятся дети. В российских приемных семьях погибает в 39 раз детей больше, чем в американских. Количество погибших детей в родных семьях в России соотносится по сравнению с Соединенными Штатами, как 4 к 1. Необходимо что-то менять, отмечают эксперты. Новые подходы в охране детства планируют выработать по итогам конференции. Все материалы опубликуют сборники научных статей. Их проанализируют и в правительстве региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.